С вами прямой эфир с гостей. Уже многие знают Аню. Аня у меня худеет уже целый год. Но так как мы сегодня приехали на фитнес-тур в Альпы, он начинается у нас завтра, мы решили, почему бы вместе не выйти в прямой эфир. Сегодня мы будем говорить, как снижать вес и не терять мотивацию. Всем доброго времени суток. Ждем, пока вы подключитесь. Всем привет. Привет, привет. Как вам видно, как слышно? Давайте сразу проверяем связь. А я еще смотрю анкеты, какие я хотела бы разбирать. У нас анкет. Слушай, было 60, а сейчас 129. Трямс. Привет вам. Какой у нас шикарный вид за отделей. Да, вид вообще прекрасный. Мы еще здесь не были в эфире. Еще здесь мы не были в эфире. Всем-всем доброго времени суток. Так, Аню вы знаете. О, Аня, тебе сразу комплиман. Отлично выглядите. Спасибо большое. Мы очень-очень рады вас видеть. Надеюсь, вам слышно хорошо. Аня приходила к нам на вебинары. Но так как у нас вебинар ограничен во времени, там же мне как можно больше хочется вам всего рассказать, показать. И печень вам показать, и желудок показать. Органы. Да, все органы. Поэтому у нас не было возможности, чтобы вы позадавали вопросы Ане. Потому что я знаю, что их прям много. Поэтому сегодня, кстати, можно этому тоже посвятить время. Вот. У нас пока девчонки все едут. Кто-то выезжает завтра, кто-то сегодня. Так. Ой, спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Так, ну что, начнем. По ходу пьесы можно задавать вопросы и мне, и Ане. Вот. Вы просто помечаете, кому вопрос, пишите Аня и вопрос, Света и вопрос. Так, что я хотела разобрать. То есть, я прочитала много у нас анкет есть. Помните, я сейчас делаю stories, такие разборы. Это анкета, я ее выкладывала для того, чтобы все желающие, кто хочет, чтобы мы разобрали конкретно вашу ситуацию по весу, по снижению веса, по здоровью. Вот. Ее можно было заполнить, она у нас еще осталась в телеграм-канале. Вот. Я вот плавно ее разбираю. Вот. Многим очень он откликается, потому что есть ситуации, которые перекликаются с вашими. Вот. И сегодня я тоже хотела разобрать эти истории. Но скажу, что я очень много прочитала разных анкет. Вот если почитать, чего вам не хватает для достижения цели, то есть у нас идет сила воли, мотивации, самодисциплины, самодисциплины, завязать рот, силой воли, мотивации, силой воли. То есть вот прям через один идет сила воли, мотивации, сила воли, мотивации. Вот. И я думаю, что можно сегодня, в принципе, этому посвятить наш. Спасибо большое. Мы тоже очень-очень рады. Наш эфир. Про силу воли я часто говорю, что, по сути, сила воли нам особо это и не нужна, да, для того, чтобы снижать вес. Нам нужна первая мотивация, когда мы только с вами начинаем снижать вес. И она у всех есть. Когда вы вот дошли до точки, чтобы наконец-то решиться худеть, у вас точно есть мотивация. Вот когда вы все готово, готово что-то делать, у Ани стрессоустойчивости не хватает. Она тоже развивается. Вот все развивается. У Ани год назад тоже была своя точка. Такая точка отсчета. Кстати, можешь коротко рассказать, кто не знает, кто с нами недавно. Да, я просто пришла в одно место, и я не смогла сесть на стул. В одно место? Я пришла в одно место. Это был праксис. Она пришла ко врачу. Вот. Пришла ко врачу. И надо было подождать. Хотя ты приходишь по записи, но тем не менее, всегда нужно подождать. Сидеть, да. То есть, ну, и там были предоставлены стулья. Стулья такие для рук такие. Подлокотники, да? Подлокотники. Ну, то есть, я так хотела сесть, но у меня не получилось. Я не вошла в этот стул. И все. И мне сразу так обидно стало. Во-первых, я разозлилась, что за стулья здесь поставили. Ведь люди всякие ходят разных габаритов. И вот как-то меня это ущемило. Я даже не задумывалась о том, что это я вообще-то виновата, а не стул. И у меня прямо такое раздражение было и злость. Не хотелось подойти и сказать, ну, вообще-то, как бы, ну, зачем такие стулья вы здесь поставили? Что у вас здесь происходит? Почему у вас такие маленькие стулья вообще? Это ограничения, да. Вот я уже почувствовала, что я вот где-то не подхожу во что-то, я уже не влазю. Стул, штаны, ну, и так далее. Уже так уже осознание приходило. И это вот была моя точка отсчета. И вот тогда что случилось с мотивацией? Она такая шух, и она выросла. Сейчас пишет, какой вес сейчас у Ани? У Ани мы начинали с веса 138,8. Это вот прям зафиксированный вес. Вообще было 140. Да, но она вот до того момента, пока я разбирала ее анкету, с чего я начинаю сюда работать, разбирала, подготавливала для нее программу питания, она уже успела похудеть на 1,2 кг. Я там ничего, да. Что ты делала? Я просто не ела. Просто не ела. Готовилась худеть и не ела. Ну, это как маникюр. Приходишь там делать, это до маникюра, да, ты еще сидел. Делаешь маникюр, да. Чтобы не совсем страшно было показать мастеру свои ногти. Ну, ты же такой вот. Вот. И она уже успела, да, похудеть на 1,2 кг до начала программы. Но мы начали вот прям с 138,8. На сегодняшний момент вес 98 кг. То есть у нас минус 40 за год. Это прям нормально, это хорошо. У нее первый прям вес сначала пошел очень быстро, потом он останавливался периодически. Останавливался либо по причине того, что было много сброшено. Ну, были моменты такие проседания Аниной дисциплины. Но мы это корректировали мягко. То есть надо было тоже это молчиться. Голосовыми. Да, это была мощность. Это очень, конечно, помогало. Где мы находимся сейчас, это Батхинделанг. Вот. Поэтому мотивация всегда у всех, кто начинает что-то прям делать, однозначно она есть. Можно ли ее пролонгировать, продлить? Нет, невозможно. Невозможно. Ее хватает максимум на 2-3 недели. Даже в своей программе, в курсе я четко поделила каждую неделю. Вот у нас идет программа 7 недель, плюс еще 2 дополнительные. И вот эти все 7 недель, они идут четко по модулям. Каждый модуль делится на определенную тему. То есть у нас есть определенная цель за эту неделю. И так как у меня уже до создания еще курса был очень большой опыт работы с людьми один на один, я увидела такую общую тенденцию, что на третьей неделе люди сдуваются. Во-первых, потому что вес начинает идти уже медленно. То есть ты уже не видишь по полкило от веса, по килограмму, по 300 грамм. Даже по 100 грамм ты каждый день не видишь. И уже начинается вот это вот проседание мотивации. Плюс есть еще такой, знаете, защитная такая, мне кажется, это защитная реакция мозга, когда он видит, ой, что-то мы так резко за все взялись, надо немножечко притормозить все. А было же так хорошо, но все нормально было. Мы не парились с этой готовкой, с этой едой. Все же так было классно, ел, что хотел. И как-то вот мозг начинает нас немножечко отбрасывать назад, переводит фокус там на детей, на ситуации какие-то, еще что-то. И вот эта мотивация проседает, она в основном, в основном, она проседает на третьей неделе. Это я прямо увидела вот именно в своей практике. Научных подтверждений я этому не нашла, но я увидела, что это именно так и работает. Как записаться в сопровождение у нас? Напишите мне в директ, я вам вышлю мой ватсап. И поэтому я на третьей неделе программы как раз вставила вот эту работу именно с дисциплиной, с мотивацией, что здесь происходит. Чтобы мы с вами переводили вот этот момент, когда была все, мотивация высокая, она падает и на место мотивации выходит дисциплина, которую нужно развивать. Поэтому сила воли, в принципе, она здесь никак не применима. Снижение веса, это, знаете, она требует усилий, но не насилия. То есть усилий не таких сверх каких-то естественных, да, где прям нужно реально сила воли, когда ты там терпишь голод, терпишь там какой-то сумасшедший спорт, терпишь боль, еще что-то. То есть нет, это не такие усилия. Поэтому здесь однозначно сила воли вам не нужна. Поэтому тут, если смотреть прям однозначно, здесь надо работать не над силой воли, а над дисциплиной, да, которая развивается маленькими шагами. Вот самое главное, что дисциплина, она не развивается такими огромными какими-то, да, такими семимильными шагами. То есть если, например, мы начинаем там прививать любовь к спорту, то не нужно идти сразу же там на тренировку и бегать каждый день по 10 километров. Это не нужно. Приучать. Да, но если ты себя приучаешь выходить там на полчаса, там на пробежку или на проходку, на 5 минут сегодня, сегодня нет настроения, пойду на 5 минут, на 15 минут, на 40 минут, опять на 5 минут. В этом ты вырабатываешь конкретно дисциплину. С этим точно можно работать. И вот это, знаете, есть такая японская система, кайдзен она называется. Это искусство маленьких шагов. Это то, в чем достигается вообще тот путь, который поможет достигнуть любых результатов. Любых, будь это там вы изучаете язык, или вы хотите сделать карьеру, или вы хотите снизить вес, или вы хотите, сегодня еще не бегали, а завтра, там, ну не завтра, через полгода хотите пробежать какой-то марафон на 42 километра. Вот здесь вот как раз это достигается именно маленькими шагами. Поэтапно. Собственно, мы с Аней точно так же работали, да, и точно так же я и работаю со всеми остальными. Мы работаем над маленькими шагами. Поэтому насчет силы воли точно можете здесь оставить ее в покое. Она вам не нужна, по крайней мере, в этой сфере. Это не про это, да. Да, это не про это. Ну, тебе какая сила воли нужна была? Мне нужны были навыки вот эти вот внедрить в свою жизнь. Ну, то есть приобрести, да, определенные навыки. Систему вот эту вот в себе, ну, в моем режиме, не, то, как я проживала раньше, мне нужно было поэтапно, вот просто вот, вот, вот потихонечку внедрять. Там ходьба, например, тоже была такая, такой момент, где я начала ходить, да, там, я прошла. Сколько прошло-то времени? Два километра прошла, я так себя уже хвалю, такая, какая молодец, я же вышла, я же прошла. Конечно, мне было тяжело эти два километра. Я помню. С палками еще неправильно их поставила, ну, то есть вообще вот такое, знаешь, какое-то не совсем знание, как идти. Ну, хотя бы я двигаюсь. Но мы начали учиться, да, вот, прочитала, так лучше, так ходить, то есть как палки настроить. Ну, то есть вот понравилось и внедрила, и я теперь без этого вообще не могу. Ты вчера сколько, ты мне сейчас, мы ехали по дороге, как раз, Аня говорит, я вчера прошла... Семь километров. Семь километров, да, вышла. То есть год назад она проходила два с трудом, вот. Можете рассказать про свое питание? Я думаю, что это, наверное, Аня вопрос, потому что мои яйца видят все каждое утро. Курица, яйца есть. Расскажи про свое питание. У меня четырехразовое питание, это средиземноморское питание. Вам слышно, Аню? Потому что я такой громкоговоритель, а Аня такая, у нас такая помягче, спокойно говорит. Или говори громче, чтобы я не переживала. Да, у меня слышно. Запись будет, да. Четырехразовое питание у нас так и осталось. Это полноценный завтрак, обед, полдник, как прием пищи, как второй обед, я его еще называю. И ужин. И ужин. Все прекрасно. Мы, как начали с 1800 килокалорий, мы не снижали калорийность, потому что вес все время шел хорошо. Все отлично. Вот. Если я видела, что вес останавливается, я понимала, что проблема не в питании. Проблема была как раз в том, что у Ани смещался фокус. Ой, дети поболели, я тут вся в этих терминах, как Аня говорит. То есть я понимаю, что у нее смещается фокус, она немножечко отходит от рациона, да, и поэтому вот где-то были вот эти остановки веса. Но многие, кстати, то же самое. Вот сейчас для вас это, да, вот эффект, чтобы вы себе брали на заметку, что если вы видите, что у вас вес остановился, это не значит, что надо срочно еще урезать калории, еще больше сделать там паузу голода, там ужинать уже не в 7, а в 6, или не в 6, а в 4. То есть не нужно сразу же принимать какие-то кардинальные меры, а посмотреть, а все ли нормально у вас в питании, или ваш фокус ушел куда-то в другую сторону. Да, нужно посмотреть, больше отдохнуть, может быть, даже прям приучила себя спать в обед, чтобы эмоции зашкаливали, потому что, ну, как бы, семья большая, ну, я так скажу, у меня трое мальчиков, да, один в возрасте пупертета. Пупертета. Пупертета, правильно, спасибо. Ничего, нормально. И двое, да, то есть там 7 лет и 5 лет, то есть у них тоже вот такие отношения у нас. С детками они разные, и нужно с каждым, ну, вот, я говорю, это очень-очень эмоционально, мне было затратно. Я потом больше фокусировалась уже на детях, а про себя забывала, и потом начинала проседать. И это вот очень хорошо, что есть такой момент, где раз, и есть, и есть кому вот меня раз, и повернуть, да, то есть я тоже это научусь. Не туда, направо, здесь фигура. Да, мы ее прям поворачивали. До стула, до того, как я уже не вместилась. Да, короче, мы уже были знакомы год, но Аня как бы решила, она и сама знает все, что нужно делать. Такая была, я все знаю, ну, шо, я же раньше худела, у меня опыт есть, ну, как бы, че, зачем? Я, зачем я буду беседу, бросала курить, поэтому я знаю, как это делать. Да, ну, вот такое дело, сто раз бросала, ты ж понимаешь. Ты не самая, да. Да, и такое было состояние, что оно уже просто не работало. Та система, которую я пробовала раньше, которые были результаты, они уже просто здесь не работали, потому что уже были другие условия жизненные, и здоровье уже было сильно подшатанное. Поэтому вот, я благодарна тому, что обратилась, и это была точка отчета, да, где мне правильно помогли. Да, в общем, мы начали с 1800 калорий, и за это время один раз я, Аня, ну, как бы, снижать калорийность там не было смысла, и мы сбросили на одной калорийности 40 килограмм. Это к тому, что часто спрашивают, а когда нужно уменьшать калории? Не спешите, не спешите, то есть вы можете похудеть намного, даже не уменьшая калорийность. Вообще, начинать с небольшой калорийности, это большая ошибка. Потом, вот эти четыре приема пищи так и оставили. У нас здесь, по сути, мы ничего не меняли. Это не это, это образ жизни. То есть у меня это мой образ жизни. Уже? Да, я ввела это у себя в привычку. Я не знаю, как так вот сейчас, раз или там, мне было бы уже некомфортно перейти на два приема пищи. Ну, это вот как-то... Или вот твоя вот это, утром можно все, а вечером ничего. Представляешь себе? А у тебя можно теперь и утром все, и вечером все. Да, да, настолько разнообразно. Я нигде себя не ущемляю. Вот за что я тебе благодарна, где, когда думаешь, а, наверное, это диета-то там, вот это нельзя, вот это нельзя, это нельзя, ну, ем мое, опять что-то нельзя. А здесь прям кайф в том, что можно и правильно сочетаешь, и у тебя есть результаты. Короче, это у меня не, как не диета, это мой образ жизни. И это классно. Так, потом, я Аня выслала питание, то есть у нас там программа же на 4 недели, да, она расписана там все 4 недели, каждый день, это разное питание, на завтрак, обед, холодный, ужин. Да, точно, да, это для того, чтобы у вас был выбор, то есть не хочу сегодня есть сыреньки на завтрак, хочу есть там яйца пашот, или хочу глазунью, или там еще что-то хочу. Хочу просто слабосоленой рыбой сделать бутерброд, да, вот чтобы был вот этот выбор, я Аня тогда выслала, значит, такую программу, потом, я думаю, мы уже там полгода худеем, я говорю, слушай, давай тебе программу поменяю, я тебе пришлю другую. Я ей присылаю другую, с той же калорийностью, потом спустя время, говорю, ты ее начала? Она говорит, нет. Я говорю, почему? Она говорит, мне и так все вкусно, мне, я привыкла, мне удобно, мне вкусно, я все знаю. Я с открытыми глазами. Да, я не смотрю уже ее, я знаю все свои, сколько мне нужно, чего, и все. А у вас в семье сейчас все питаются по вашему меню, или вы готовите только для себя, а остальные едят перемешки. А они иногда едят перемешки, а почему нет? Ну, почему нет, можно. И мои тоже иногда едят перемешки. Ничего страшного нет. Я готовлю сразу много, и заготовки делаю так же, потому что, ну, это ускоряет процесс, и потом просто не стоишь все время на кухне, это все быстро получается, да, когда у тебя там заготовочки есть. Заготовки ты что имеешь в виду? Это заморозка. Да, да, я, например, если тефтели уже наделала, да, все, я... Тефтели ты замораживаешь сырые или готовые? Хорошо, я сразу же беру большой объем, там, на килограмм, на два, наделала, сготовила, что-то уже закрутила и положила в морозилку. Потом просто по-быстрому достаем, цак-цак, и все как-то нет. Ну, то есть оптимизировать надо, этому тоже нужно научиться. Семья есть то, что ты готовишь? Конечно, конечно, ну, еще как есть. У Айму сын тоже. Мне не достается, по-моему, я же уже теперь знаю, как быстро мне выйти из этой ситуации, вот, поэтому, если мы ее съели... Мои тефтели, мы съели, приходится есть лаваши. Другой вариант, да, вообще вкусно, лаваши это просто... А спрашивают, вы до сих пор питаетесь по меню, Светланы, или готовите уже свои блюда? Из тех же самых продуктов, которые, например, стоят в рецепте, что мне еще классно, вот это нравится, я могу сготовить, что хочу. Я взяла эти продукты и уже как захотела, я их потушила там, или, или, ну, то есть это вообще разные варианты. Я говорю, 28 завтраков, да, но из этих продуктов можно сделать 50. Ну, больше. Да, то есть намного больше, конечно. Смотрите, суть в чем, в том, чтобы, ой, простите, в том, чтобы вы четко поняли свою порцию. Она не только рассчитывается, да, там, по формуле, там, калорийности, да, а мы мало того, что с вами сначала считаем по калорийности, смотрим, а потом смотрим, как вам. А вам сытно должно быть, вам должно быть хорошо, голова не кружится, в глазах не темно, ваших сил хватает на весь день, и при этом вес уходит. Все, тогда мы правильно подобрали программу питания, если нет, мы ее меняем несколько раз, и дальше вы просто потом запоминаете, что у вас, например, курица обычно, вот такой кусок, рыбы, вот такой кусок, красная рыба, вот такой, если это хек, это вот такой кусок, если это говядина, вот столько-то, если творог, вот столько-то, и вы уже знаете. А дальше вы уже можете, по сути, готовить то, что хотите, то есть, да, там можно сделать сырники, а можно сделать какие-то творожные ватрушки, а можно еще что-то. Тут уже насколько хватает фантазии и желания вообще. Поэтому, по сути, не обязательно готовить все время по меню. Главное, вот освоить свою порцию, о чем-то Ханя и говорит. Я знаю, сколько гречки должно быть в моей тарелке, например. Все. Я не завешиваю. Да, еда конструктора. То есть, да, это вот как пазл. Собираешь, все, пожалуйста. Я стараюсь варить две крупы. Бывает на запас. И тоже остается в холодильнике, чтобы в контейнере, чтобы я могла... Если я пришла с прогулки с детьми, я не стою, не готовлю. У меня уже я достала и сделала. Вы знаете, очень интересно. Я сейчас вспомнила историю рождения еды конструктора. То есть, это я ни у кого не подсмотрела. То есть, я начала 7 лет назад. Многие, кто со мной, уже помнят, что... То есть, это действительно было нововведение. Тогда еще этого в Инстаграме нет. А сейчас я уже слышу, что это есть везде. У меня были, опять же скажу, что сначала я работала только с людьми один на один. Сейчас я также работаю в программе, да, но у нас есть это все оформлено в курс, с уроками и так далее. Но я также работаю один на один. Но тогда не было никакого курса. Я всем рассказывала одно и то же. Про белки, жиры, углеводы, наполнение тарелки, эмоции, еда и все, все, все. И на тот момент, 7 лет назад, я составляла программу питания таким образом, что вот она идет вот так вот, да. У тебя в понедельник на завтрак сырники, в обед у тебя там каша с мясом, на ужин у тебя вот это. И можно было идти только вот так. Пока мне не попался очень... Эй, как это сказать? Такой... Сейчас подберу правильное слово. Особенный клиент, особенный клиент. Это была Ольга. Я не буду говорить с какого-города, но не важно. Я как сейчас это помню. Она говорит, мне так не подходит. Я не хочу есть во вторник на завтрак сырники. Я думаю, в смысле? Как? Как это так? Как можно не хотеть? Она говорит, вот так, я не хочу. И она начала мне вот, ну как бы, вот говорить, что мне это неудобно. Вот. Потому что я хочу себе вот что-то выбирать. Сначала... Ну, ты делаешься, акцент? Ну, да, да. Вот. Я думаю, ну, слушай, по сути, она права. Почему ей нужно идти только так по плану? Сначала я пыталась ей накидывать что-то не каждый день, что-то разное. Потом думаю, слушай, ну, у меня, получается, весь день уходит только на ее питание. Потому что я каждый день накидываю ей, что бы ей хотелось. То есть это, знаешь, такое же... У меня даже такое было, такая была опция. И потом я поняла, что мне нужно создать что-то, что будет удобно для людей, где от перестановки слагаемых сумма не поменяется. Что они могут взять завтрак из любого другого дня. Или могут они поменять завтрак и полудник местами. Или обед. И вот это вот прям конструктор этот родился. И вот. И у меня вот это... Ой, получилось все. То есть, по сути, да, я это 7 лет назад разработала, но сейчас вижу, что уже очень многие употребляют это слово. Не знаю, сколько у них конструктор. Да, ну, может быть, просто еще где-то есть человек, который также одновременно со мной придумал конструктор. А, по-моему, просто оно идет в народ, да, в твои идеи. Да. Сладенькое ешь? Ем. Ты готовишь пп-десерты или ешь обычное сладенькое? Вы знаете, я ем пп-десерты. Пп-десерты их, кстати, очень много. Очень просторы интернета, они прям вообще... Можно не задумываться, берешь и смотришь. Ну, как бы это... Почему нет? А были какие-то такие моменты, где я могла и шоколадку себе позволить? А что? У меня хорошо работает, я сейчас метаболизм. Почему нет? Конечно, похудела она 40 килограмм. А что, могу себе позволить съесть шоколадку? Ну, не всю шоколадку. Все бывало, девчата, смотрите, у нас, первое, над чем сейчас важно работать, когда мы снижаем вес, у нас нет никаких запретов, вот этих вот, да. Но есть время, когда действительно та же самая шоколадка, она будет сильно тормозить процесс похудения. С одной стороны, это неплохо, как бы, да, для меня, например, это неплохо. Вы будете худеть, там, 2 месяца, там, на, например, на 8 килограмм или год на 8 килограмм. В любом случае результат будет. Но для вашей мотивации это плохо. Потому что если ты год будешь худеть на 8 килограмм, а это, там, по полкило в месяц, это не мотивирует. И ты смотришь, что ты, вроде бы, что-то делаешь, что-то делаешь, что-то делаешь. А вот эти вот, то шоколадка, то кусочек тортика, то мороженое, оно тебя откатывает назад, и ты, как будто, все время в одной пореста. И что смотришь, ты 3 месяца, вроде бы, стараешься, а у тебя минус 3 кило, а уже у кого-то минус 10, минус 12. Поэтому есть время, когда действительно нужно прям сильно сфокусироваться, да, и вот на какое-то время просто отложить. На начальном этапе нужно не закручивать, а отложить. Чтобы прям запустить процесс снижения веса. Для кого-то важно прямо снизить инсулин, чтобы вот открылись эти двери в жиросжигании. Но в целом потом, пожалуйста, у вас вес идет, у вас нормальное пищевое поведение, у вас нету зависимости, руки не трусятся, не хочется этой шоколадки каждый день. То есть, если я Аню, когда я ее взяла, так сказать, семью, на тот момент у нее сладенькая была каждый день. Я вам выкладывала фотки. То есть, она каждый день у нее кофе и конфетки. У меня со мной саженцы были. Да, кофе и конфетки. Вроде бы, говорит, я мало, да, но вот постоянно кофе и конфетки. И она говорит, я не знаю, как я... А кофе, говорит, кофе без сахара пить. Говорит, я не буду пить его без сахара. Я говорю, да, а ты вообще не будешь пить кофе? Но в итоге, да, это все ушло. И, пожалуйста, сейчас можно, да, там, выпить кофе и конфетку, но ты понимаешь, что это у тебя редко. Вес у тебя идет. Все у тебя нормально. Я до сих пор пью кофе без сахара. Состояние здоровья улучшилось. То есть, можно себе позволять. То есть, вот эта вот разница, когда ты... Я всегда говорю на примере алкоголя, да, когда ты по праздникам можешь выпить там бокал шампанского, это одно. Но каждый день, когда ты начинаешь себе наливать по вечерам, как бы, ну, это имеет определенный диагноз. Точно так же и со сладким. Да. Эфир не про спортивный тур. Нет. У нас эфир про то, как не терять мотивацию и снижать вес. Вот. Говорят, сладкое не сразу кушать. Ну, да, да. Именно поэтому. Именно поэтому, потому что это вас будет откатывать назад. Мотивация будет сильно-сильно снижаться. Дуже хочу знищить вагу лишнюю. Юля, это до нас. Мы как раз знищаем уси жировые откладения. Кофе с сухофруктами можно? Можно. Но сухофрукт, сухофруктурозный, да? Нету плохих сухофруктов. Есть просто те, которые, опять же, будут сильно повышать ваш сахар. А нам это не нужно. То есть, да, нам это не нужно. Или те, которые будут его немножечко повышать. Если мы возьмем с вами, сравним финики и курагу, это будет очень большая разница, да? Изюм и курагу. То есть, курага окей. Чернослив. Окей, да. А вот, шиники как бы не совсем подойдут. Ну, там просто очень сладкие. Юля, я жду вас хотя бы на первой неделе курса. То есть, мы начинаем в понедельник. Просто придите хотя бы на первую неделю. У меня ссылка есть по шапке профиля. Мы с вами уже за первую неделю чего-то достигнем. И посмотрите. Хотите, продолжите дальше самостоятельно. Захотите, останетесь на программе. Как насчет вина или шампанского? Ведь есть праздники. Точно. О, это у меня что-то, это у меня телефон, что-то реагирует, если я так показываю. Расскажи про свою историю. Аня говорит, после вебинара, она говорит, я забыла рассказать про то, как я пила. Я говорю, ты хоть не называй это так. И все вещи своими именами. Вообще проблема с тем, что, я сейчас говорю про женщину в основном, у многих женщин есть, я, по крайней мере, с ними работаю. Можешь озвучить. Нет, это не алкоголизм. Я не буду так называть. У меня все вообще нормальные. Нет, просто сильное напряжение в течение дня, большая многозадачность, большое количество стресса. Это все многие расслабляют только вечером алкоголем. Кто-то раз в неделю, кто-то пятница, суббота, воскресенье, кто-то каждый день. Я понимаю, что они пьют не для того, чтобы убиться и забыться, а потому, чтобы просто расслабиться, потому что иначе ты не можешь расслабиться. Ты не представляешь, как это лечь, остановить голову и успокоиться. То есть вот у многих такая большая проблема есть. И у Ани, кстати, она тоже была. Была. Я осознаюсь. Я алкоголиком была. Не была ты алкоголиком? Не позорь, мать. Ну, я когда уже... Расслаблялась таким образом, назовем это так. Спасибо, что ты мой адвокат. Ну, дело в том, что действительно укладывала детей уже спать. Ну, и такое время было для меня, для себя. Ну, потому что как-то надо было за весь день все эмоции вот эти переработать. Наливала винца себе от красного сухого. И вот таким образом под телевизор там или под... Ну, вот что-то, может быть, писала. А к винцу же обычно еще идет. А сыр. Кусочек сыра, виноградик, конфетка, шоколадка. Это вот я как бы себя успокаивала. Успокаивала. Ну, вот такие были моменты, да. Знаешь, как это называется? Вот это было время пожить для себя. Ну, да, вот это, конечно, мое время пришло. Дети проснулись, и началось вот это вот... И вечером, когда дети заснули, наконец-то пожить для себя. Кстати, многие из-за этого ложатся очень поздно спать. Потому что они хотят вот это время пожить для себя. Да, как будто растянуть этот день. И вот в 10 вечера начинается мое время. Ну, а когда еще жить? Кстати, мое время тоже у меня была проблема такая. Что я хотела вот это время растянуть, но не для того, чтобы отдохнуть, а для того, чтобы поработать, естественно. У тебя там другой был. Да, у меня другой был перекос. И я, когда у меня в 10 вечера успокаивался телефон, то есть мне уже не пишут мои худелища, у меня дети спят, весь дом спит, я могу вот в это время прям хорошо и эффективно поработать. И с 10 вечера до 2 часов, до 3 часов ночи я очень большое количество программ питания и написала. Ну, у меня это тоже вылилось именно в то, что, да, это было 80 килограмм. А потом, мне, кстати, когда я начала худеть, мне психолог сказала, растягивай свой день не за счет вечера, а за счет утра. Это, кстати, вообще классно. И это очень круто, потому что вечером и утром абсолютно мы можем делать разные действия, и у нас абсолютно разный гормональный фон. Если ты утром встаешь, тебе не хочется выпить, ну, как бы это, да, это... Ты не хочешь мне выпить? Ну, видишь, это... Ни раз в Голик не приходила. Да, ты не хочешь утром выпить, ты не хочешь утром наесться, ты не хочешь утром сладкого. А что тебе утром остается делать? Заняться собой. Да. Сделать спорт, там, не знаю, там, подышать, нанести масочку, там, не знаю, там, поухаживать за волосами, то есть выпить спокойно чашечку кофе за завтраком, то есть вот это вот релаксно. Может быть, почитать книжку, посмотреть тот же сериал можно утром, да, то есть утром у тебя другие действия, и утром ты не натворишь того, чего ты натворишь вечером, если ты не вовремя лег спать. А раньше встал, значит, раньше лег. Ну, тут как раз вот этот вот баланс и наступает. Да, для того, чтобы раньше вставать, нужно не просто раньше вставать, а раньше ложиться. Чем полдник отличается от ужина? Объясните, пожалуйста. А калорийностью, объемом, и даже наполнением. Потому что полдник у нас, он там стоит для чего? Для того, чтобы между обедом и ужином не было огромного времени. То есть многие обедают там в 12 час, а ужинают уже в 8-9. И вот эти 9 часов голода, это прям много. Вы можете не ощущать, пока вы на работе, пока вы едете с работы, там, транспорт, метро, за рулем, еще что-то, вы можете этого не ощущать. Но когда ты приходишь домой, и ты начинаешь готовить ужин, а тут уже по ходу кусок хлеба оторвал, кусок колбасы отрезал, за детьми доел пюрешку, потому что вот ты уже такой голодный, ты ешь нормальную еду, и потом ты еще добираешь и переедаешь. Вот то, что тебе еще хочется сверху закрыть это, еще фруктов докинуть, еще чего-нибудь. То есть вот, чтобы не было вот этого большого разрыва, нам нужно что-то поставить между завтраком, обедом и ужином. И это как раз полудник. И вот если мы говорим про время полудника, а это примерно с 3 до 5 вечера, и время ужина, это абсолютно разное состояние организма по, конкретно по гормональному фону, по циркальным ритмам, по активности ферментов, по активности пищеварительной системы, если, например, вы едите на полудник, там и углеводы, и фрукты, и молочка, и все туда прекрасно заходит, то есть все прекрасно усваивается, и проблем как бы нет, и в лишний вес это не пойдет. То в ужине как раз все-таки чуть-чуть другие правила работают, потому что вечером уже чувствительность к инсулину снижена. Это значит, что инсулин не протянет вашу глюкозу из углеводов, из фруктов, еще из чего-то, то есть не протянет в клетку, останется только в жирку брать. Все, потому что уже не настолько чувствительны клетки. Потом второе, это ферменты вырабатываются меньше, поэтому еда вечером, поздняя, она плохо переваривается, на колом стоит. А молочку на вечер тоже не стоит, потому что инсулин поднимется на нее, даже если она у вас не сладкая, даже если она не с фруктами, если просто творог с огурцом вы сделаете, но все равно инсулин поднимется на молочный продукт, и вы с высоким инсулином пойдете спать. А это помешает выработке гормона самотропина, гормона роста, который вам будет способствовать вашему снижению веса во сне, понимаете? Поэтому разница есть в объеме и даже в наполнении. На полдник прекрасно подойдет все то же самое, что на обед, плюс еще даже и фрукт. Просто фрукта будет мало. Хотя, если нет варианта, ну пусть хотя бы так будет, да? Вот хорошо, если он прям полноценный, тогда вы увидите, что если у вас будет хороший сытный плодник, на ужин вам захочется съесть совсем чуть-чуть. А иногда многие говорят, я вообще не хочу есть на ужин, но если ложишься в часов 11, то поужинать, да, конечно, лучше. Вот. Так. Манго. Манго очень-очень-очень высокогликемический. Поэтому я бы его просто посоветовала, ну можно, но... Первую половину дня. И не каждый день, да. И не каждый день. Так. Я вот давать не могу и душе мало рухлыва. Я кучеревну кнопку натиснула на тиль, еще увимкнут и процесс исходнения. Или, может быть, вам кто-то может помочь готовить, например, да, если вы не тренируетесь или не двигаетесь. Я просто читала, кстати, у нас здесь есть анкета женщины, которая парализована. У нас было такое снижение веса, это был 2018 год, когда ко мне пришла женщина, она на коляске была. И она у нас похудела, тогда курс шел 5 недель, она за 5 недель похудела на около 5 килограмм у нее было. Притом у нее вес был 65 килограмм. Это немного. И она похудела до 60. Абсолютно без движения. Вот поэтому единственная кнопка в организме для снижения веса, для жиросжигания, это только через питание. Не через физическую нагрузку. Только через питание. Вот. Ой, дякую. Спасибо большое. Чем полдник рассказала. Привет! Сколько раз в день нужно есть? Ну, минимум 3. Хорошо, 4. По сути, 4 раза это достаточно. Я знаю, какой, ну, как ритм из жизни. Да, это будет зависеть от вашей длины дня. Вы просыпаетесь очень рано, или вы встаете чуть попозже, или у вас нормальный день, да? Восколько вы ложитесь спать. То есть это чаще всего, в основном, количество приемов пищи выстраивается, исходя из вашего дня бодрствования. Что скажете про овсяное молоко? Можно ли добавлять в кофе? Ну, можно, но, честно говоря, во-первых, мне, например, невкусно. Вот. Я не люблю овсяное молоко. Во-вторых, ну, это не молоко. Если просто посмотреть, это овсянка, перемолотая в муку, разбавленная водой. То есть это просто крахмал с водой. Ну, пользы ноль. Пользы ноль вообще просто. Даже если это состав будет просто овсянка и вода, без всяких там стабилизаторов, что очень редко бывает. Вот. Ну, все равно, пользы ноль. Поэтому. Смысла нет. Если у вас только, например, непереносимость лактозы, тогда вы можете взять ну, кокосовое молоко. Возьмите. Пользы больше будет, потому что там уже будут у вас, по крайней мере, полезные жирные кислоты попадать. Ну, от вот этих вот, от этого молока такого точно нет. Поскольку нужно вставать? Дети просыпаются уже в 6, а на работу в 8. Дети в 6? Ну, все, дети просыпаются в 6. У меня Саша в 6 просыпалась. И если я хотела поспать, она мне сидела, ты помогла спать, она сказала, не спи. Я понимаю вас. Я понимаю вас. Ну, опять же, надо смотреть все в конкретной ситуации. Надо смотреть весь день. Естественно, я вам описываю сейчас свою ситуацию, как сейчас я свой день регулирую. Аня рассказывает, как у нее получается. Вот. Но, опять же, если вам, например, ваше время, вот, вы, как это сказать-то, живете вот вечером, да, для себя, когда дети ложатся спать, и при этом вам это никак не мешает, то есть это не сказывается на вашем весе. Вы вечером не переедаете из-за того, что вы поздно ложитесь спать. То есть у вас все нормально, ну, оставьте, пусть так и будет. Вот. Но я говорю, для тех, у кого вечером проблема с вот этим, что они поздно очень отходят ко сну, и поэтому они еще пять раз входят в холодильнику, ты наедаешься так или иначе, у тебя проблемы со сном, ну, и так далее, тогда надо менять однозначно режим сна. Вот. Ваше отношение к стевии, например, в кофе. Мое отношение к сахарозаменителям такое, если мы говорим с вами про натуральный сахарозаменитель, да, синтетический однозначно нет, ну, и даже натуральный сахарозаменитель, они у вас должны быть вот так, чтобы они не принесли вам никакого вреда, пользы от них нет, да, они исключительно придуманы для того, чтобы люди, которые снижают вес или не имеют там диабет, чтобы они могли жить полноценной жизнью, и, собственно, есть сладкое, да, но они не могут быть в кофе каждый день у вас на столе, нет. Если вы делаете десерт, а это обычно там раз в неделю, раз в месяц или еще реже, да, окей, почему не сделать на сахарозаменителе, но если вы заберете сахарницу и поставите на стол стевию, там, эритриол, еще что-то, то есть и будете добавлять это все везде, что происходит? Во-первых, все равно инсулин будет реагировать на сладкий вкус. Мы на обучении в девятнадцатом году нам прям приводили примеры, что все равно люди могут прийти даже к инсулинорезистентности даже на сахзамах, представляете? Это первое. Второе, не происходит самого главного отвязки от зависимости к сладкому. То есть на сегодня, пока вы все контролируете, пока у вас есть дома стиль, вы будете пить кофе со стевией. То есть вы будете все равно подогревать и поддерживать свою любовь к сладкому, свою вот... Ну, это не любовь, это прям зависимость. Вот. А если вы начинаете от этого отвыкать, вам уже, вы уже, по крайней мере, там, три-четыре раза в день кофе со сладким вы не будете пить. Это уже хорошо, это уже сразу же скажется на весе, самочувствие, на здоровье. Вот. Вам уже будут казаться какие-то десерты слишком сладкие и приторные, значит, вы уже от них откажетесь. То есть вы перестраиваете свое пищевое поведение. Сахарозаменители не дают этой возможности перестроить свое пищевое поведение. Вот. Оно же только первое время кажется, ой, надо, да. Я до сих пор пью, если вот кофе с утра у меня есть, ну, как после приема пищи, позволяю себе иногда кофе у меня, все равно оно идет без сахара. И даже вот как-то мне сделали кофе с сахаром, я так, хоп, любил, вот-ка, мне охота прям было выплюнуть, мне вообще было не вкусно. Я так недавно тоже купила кофе в этом, как оно называется, моя любимая кофейня. Вот это с зеленой, этой девочкой. Ага, я поняла. Да, я забываю, все равно называется. Вот. Я тоже просто заказала латте, я пробую, думаю, что-то не то. Так, да. А потом понимаю, они добавили сахар. Сахар, да. Они назначают. То есть даже для людей, которым назначали кисломолочный продукт перед сном, у кого проблемы с желудком или с кишечником, сейчас назначают даже йогурты, термостатный йогурт. Вот. Но опять же, к похудению это никак не относится. То есть одно дело, если мы просто лечим желудок, а другое дело, если мы хотим худеть. Для похудения молочка вообще вечером нехорошо. Какая была калорийность? У нее такая же сейчас, 1800. Она как была, так и есть. Хотя изначально, исходя из веса практически 140 кг, калорийность должна была быть больше. Но, так как Аня ела мало, я вам говорила, что у нее были маленькие порции, а в основном потом перекусики, перекусики, перекусики. Если бы я ей дала бы порцию больше 2000 калорий, ей было бы прям плохо. Плохо физически, да. Просто ей было бы плохо, это приводило бы каждый прием пищи к тошноте и так далее. Ну, либо она просто не доедала бы. Поэтому, когда мы с вами подбираем калорийность, это не просто рассчитать по формуле, там, Харриса, Бенедикта, сколько калорий надо. Нет, нет, нам еще нужно, а человек съест ли вот эту калорийность? Потому что, если правильно составленный грамотный рацион, он будет объемным и не калорийным. То есть, вот этот объем всегда его будет больше, гораздо, чем у, там, не выборной. Индивидуально нужно рассматривать. Ну, да, конечно. Вот. Кому-то, наоборот, нужно еще побольше порции сделать. Люди, которые были на программе питания, то у них проходила аллергия на продукты. Такие люди на программе под наблюдением врача. Нет, у нас люди под наблюдением врача, те, кто идут исключительно сразу же на тариф с врачом. По поводу аллергии, у нас есть первый вопрос сразу же в анкете. Есть ли у вас аллергия на продукты? Вот. Конечно, мы эти продукты исключаем. Могла ли пройти аллергия? Сейчас вам скажу. По-моему, у нас только одна была, один был случай, когда была аллергия на курицу, и потом эта аллергия прошла. Опять же, причина аллергии на курицу могла быть разной. Во-первых, это могло быть некачественное мясо, которое могло давать какое-то определенное время, да, вот такие вот реакции. Во-вторых, бывает такое, что эта аллергия может быть приобретенной, когда человек переел какой-то продукт, и начинается аллергия. Такое бывало у многих, кто сидел на яичной диете, потом у них начиналась аллергия на яйца, например. Вот. Поэтому, ну, как бы, это не совсем, смотря, я говорю, какая причина аллергии, вот, отсюда может быть разный исход. Ну, кому-то просто-напросто всегда приходится эти продукты исключать. Почему после сладкого начинается какой-то психоз, нервяк, злость? Сразу или через какое-то время? Через какое-то время, скорее всего. Потому что, когда мы едем сладкое, вот эти наши инсулиновые качели, вот эти вот, они очень сильно отражаются на нашем состоянии эмоциональном. Когда вы только съели, вот это такое и такая дофаминовая такая волна, да, вот, легкий быстрый дофамин, и тут тебе прям хорошо, если настроение есть, но так как инсулин быстро обрушит эту глюкозу очень низко, да, и вот здесь ты чувствуешь уже, что тебе плохо, тебе снова хочется сладкого, а это происходит очень быстро, это может уже через час быть, через полтора тебе опять хочется сладкого и здесь у тебя вообще нет настроения. Ты опять поднимаешь себе настроение легким дофаминным сладким и опять это все рушится. То есть вот это вот выравнивая настроение, оно тоже может произойти благодаря выравниванию вот этой вот инсулиновой дуги. Безлактозному молоку вы его практически не найдете нигде. Вы его не найдете, потому что оно очень дорого для производства. Взять молоко и вытащить из него лактозу очень дорого для производителя. И будет очень дорого для покупателя. А кто его такой купит? Гораздо дешевле добавить туда лактазу, фермент. Для людей, у которых не вырабатывается, либо плохо вырабатывается фермент лактаза, который расщепляет молочный сахар, лактозу, в таком случае для них добавляют эту лактазу прямо в молоко и вы пьете, и у вас нет вздутия, диареи, вы себя прекрасно чувствуете, то есть все нормально. И люди думают, что это фри лактоза, но на самом деле это не так. То есть лактоза там есть, просто вам добавили туда фермент. Ну, как я отношусь? Если у вас действительно есть такая как бы ситуация уже с кишечной, да, с потребностями, то может быть. А в целом я не вижу этого смысла. На здоровье, на похудении это никак не сказывается, поэтому не вижу смысла. Если пить, то обычное молоко. Миндальное молоко хуже, чем кокосовое, но это разное. Это немножечко разное будет. Кокосовое молоко, оно будет содержать вот этот кокосовый жир. Это насыщенные жиры, это среднецепочные кислоты. Миндальное молоко, это тоже будет полезно, и тоже окей, но это будет немножечко разное. И то, и другое хорошо. Но если вы делаете миндальное молоко сами, если вы покупаете пакетированное, то там, посмотрите, там миндаль написано 10%, 8%, 8%, а все остальное, это опять же овсянка или борис с молотой в муку и разбавленной водой. Спасибо большое. Аня, молодец. Старбакс, точно, точно. Все время забываю, надо запомнить. Старбакс. Старбакс, звезда и доллар. К программе похудения в виде сушки, как у спортсменов. Это, ну, видите, что это здесь разное даже название. Одно похудение, другое сушка. Мы с Аней еще занимаемся похудением, это не сушка. Вот. Когда она дойдет до своего нормального, комфортного веса, если она скажет, Света, я решила пойти и выйти на сцену с бодибилдерами, поравняться мышцами, вот тогда начнется сушка. Чтобы вот эта норма жира, она должна быть обязательно, высушивают максимально, прям, ну, практически там, до 9-8% жира. А норма это 25-30%. И представляете, ее до 9-8% высушивают, у женщин пропадают месячные. То есть там начинаются очень сильные гормональные сбои. Вот. То есть вот эта сушка, когда мы снижаем жир ниже нормы. А если мы с вами снижаем жир до нормы, от избытка до нормы, вот это похудение. А уже сразу вопрос. Да. От меня. Давайте. А после сушки, ну, быстро возвращается жир? Ой, слушай. Сейчас я скажу, во-первых, есть такой момент, когда спортсмены сразу же после сушки заливают очень сильно. То есть они сильно начинают отекать, потому что они начинают нормально, ну, не сразу нормально есть, но они себе позволяют чуть больше уже. Они же последние дни практически даже не пьют воду. То есть чтобы вообще вот не было ни жидкости, ничего, чтобы максимально прочерчивались мышцы. То есть в этом же суть вот этого, да, вот этого соревнования. Вот. И у меня был мой тренер, и это мой преподаватель. Он был чемпион мира по бодибилдингу. Очень, очень крутой. Вообще такой красавец. Вот. И вот он нам рассказывал о том, как у него прямо, особенно по неопытности, первые разы после вот этих всех выступлений его заливало за сутки на 12 килограмм. На 12 килограмм. Он говорит, просто меня вот так вот раздувало. Представляешь? То есть вот такой вот организм и отек. Он обезвоженный. Он лучше, да. Потом очень много девчонок я наблюдала, которые потом сильно разъедались после сушек. То есть когда она выходила на сцену, она была там 43-45 килограмм. И потом у него буквально за несколько месяцев там 60-70 килограмм. И ты просто смотришь и думаешь, господи, что произошло? То есть, а почему? Потому что организм в очень сильном стрессе, в очень сильном дефиците. И пищевое поведение. Ты понимаешь, что тебе уже сейчас можно, как бы все, уже все прошло. И очень тяжело воздержаться. То есть это только те, кто ходят регулярно, уже хорошо умеют управлять своим пищевым поведением. Они потом очень плавно, медленно все это вводят в свой рацион. И с огромной силой удерживают вес там, ну, в норме более-менее. А очень многие разъедаются. То есть все равно об этом нужно прям очень хорошо. Конечно, да. Сушки – это вообще ничего здорового нет. Я не знаю, ради чего это происходит. Ты еще так деньги платишь за участие. Ты платишь деньги большое за участие. Ты сушишься, голодаешь, сохнешь. Я же говорю, большой гормональный сбой, который может потом не восстановиться. Страшно. Потом тебе просто оденут медаль, дадут кепку и пожмут руку. И все. Вот это награда. Да, да. И ты такой, ну, я фитнес-бикини. Ты себе можешь в статусе поставить, там, не знаю, в инстаграме, фитнес-бикини, там, 2025. Все. И что? А потом что делать? А в конце концов, да. Следующая фотография будет. Я знаю, кстати, одного тоже блогера. Не буду говорить кого, ну, не важно. Она была в фитнес-бикини. Вот. Она примерно моего возраста. Очень популярная была девочка. Сейчас не знаю, я не наблюдаю за ней. Вот. Шикарная фигура. Все к ней бежали тоже на марафоны, тренироваться и худеть, и все такое. И она по сей день она не может забеременеть. Уже очень много лет. Но я понимаю, что она все лечит, 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 свою гормональную систему и все такое, но она по сей день не может забеременеть. Вот, да. То есть это как бы это медаль, да, она дорого обходится. У вас срывы были? Аня, расскажи. Конечно. Ну, я же человек. Аня такая, аудио она диктовывает. Света, я сорвалась. Да. А чего? Ну, были. Ну, причины какие были? Самое, знаешь, самое классное, на чем я себя поймала, что с этих срывов я спокойно возвращаюсь на право. У меня нет вот этих зажоров. То есть, ну, как бы, ну... Если раньше срывов был, то дольше. А это срывы, это были прям такие, ну, долгие, затяжные. Ну, то есть, вообще... А здесь просто, я говорю, вот поймала себя на том, что, ну, сорвалась там, пусть там, ну, в кости сходила там, или в обед там пошла куда-нибудь, ну, что-то съела там. Или вот не сготовила себе, есть, кстати, это большая проблема, если не сготовила заранее, не продумала вот это вот в самом начале, вот это прям, ну, вот нужно... То есть, пришло время еды и контроль держать. Своей еды не оказалось под рукой, и все. И ты такой раз, и... Ну, раз пошла такая пьянка, лишь после дня были, сбыл у меня такой, знаешь, раз пошла так, зажорчик такой. И все, и потом уже на утро встаешь, такое, ну, было-было все. Пошли дальше опять, мои четыре приема пищи, опять просто мне так понравилось, что я, ну, научилась, умею входить снова обратно в мою, в мою привычное уже мне питание. Быстро стоишь на своей речке. Вообще классно, да. Кстати, я с мамой об этом тоже вот разговаривала. Она говорит, а у меня как просто вот, ну, тоже бывают такие какие-то моменты. Что бывает? Ну, в гостях там была. Ну, ладно, господи, ну. Бывает, сдерживаешься там, возьмешь этот кусочек торта с собой, там на утро думаешь, ай, ладно, утречком там можно будет. Потом же и утречком не сильно хочется уже там поел. Ну, такие какие-то моменты. И очень быстро приходишь обратно, потому что это настолько приятно, ну, как комфортно, когда неприятно находиться уже вот в этом питании. Поэтому на этом питании, да. Так, что можно кушать перед сном и за какое время до сна? Должен быть полноценный ужин у вас. Полноценный ужин. Идеальный, если 3-4 часа до сна, вот это будет очень хорошо. Рекомендации могут быть разные в зависимости от вашего состояния, того, как вы засыпаете, как себя чувствуете. Есть универсальная рекомендация для всех. Это белок, жиры и клетчатка. То есть у вас есть белок, это мясо, рыба, морепродукты. Выбирайте что-нибудь. Творог здесь, помните, да, не подходит. Клетчатка – это овощи, салат, там, рагу, рататуй, что угодно, да. И плюс вы обязательно добавляете сюда жир. В таком случае мы с вами полностью закрываем все потребности организма перед сном. Желательно все это приготовлено в щадящем таком режиме. То есть это не говяжий такой стейк жареный, который бы тяжело долго перевариваться. Поэтому даже овощи рекомендуют больше не сырые, а тушеные, чтобы легче все переваривало. Потому что мы помним, что у нас кишечник и желудок тоже, они вечером уже отдыхают и не так активно работают. Поэтому вот это идеально. Но бывают разные подходы, бывают разные даже программы питания. Есть программы, в которых на ужин есть крупа. Все хорошо в меру, очевидно. Ну, совершенно верно. Где такая красота? Это Баварские Альпы. Альгой. Альгой. Аня, расскажите примерно распорядок одного дня, пожалуйста. Расскажи. Будня. Возьмем будень. Вам будень интересен? Будень. Будний день. Будень день или все-таки выходной? Какой вам интересен? Расскажи два варианта. Давай. Ну, например, так как старший сын сам по себе ходит в школу, тут я даже нет, я просто сейчас стараюсь пораньше встать, потому что время утреннее мне дороже, чем если я вечером пойду спать. Это для себя выводы сделала и придерживаясь этого вот сейчас режима. То есть встала, например, с 6 до полседьмого, это вот промежутки, стакан воды теплая. Обязательно. Вот это просто... Даже можно два стакана таких... У меня хорошие большие такие стаканы. Вот. Я их выпиваю. Один. Немножко походила. Туалет туда-сюда. Следующий выпила. А завтрак? После завтрака кофе? Ну, или... Ну, завтрак это всегда разнообразие там какое-то. Ну, у меня же много их. Я сейчас заправлю. Ну, понятно. Завтрак, потом год. Давайте Абсина, блин, вот, например. Он тоже просто закрытыми глазами готовится. Я даже иногда процесс этот не помню. Потом ты послезавтрака и кофе что делаешь? Активность идет. Это, то есть, детей нужно отвезти в садик. Пришла домой, убрала вот это вот. Ну, тоже вот это вот. Бытовая. Бытовуха? Бытовуха. Или, может быть, это походу уже там... По врачам и так далее, да? По врачам, ну, даже не по врачам. А тренировка у тебя когда? Тоже вот она бывает утром. Давай так далее. Но, видишь, не каждый день у меня бывает утром тренировка. Бывает от насыщенности дня. Ну, утром, если у меня там есть термины, какие-то, свои, например, или с детьми, то тогда переносится на вечер, да? Обед, приготовление обеда, или это могут быть, я не знаю, как... Разные дела там, домашние. У них очень много просто. Ну, а также готовить, кушать нужно. То есть, продумать, что дальше. Закупка, ну, тоже не каждый день, но вот такое тоже бывает. И обед, полдник, я стараюсь это все-таки как бы... Или как один большой обед сделать, и на полднике я тоже могу это же поесть. Или все-таки посмотреть, что у меня еще в холодильнике там со вчерашнего дня. Ну, вот как-то вот так. И с обеда ты идешь на работу. У меня еще есть, да, работа. Либо с утра на работе, либо с вечера, с 4 до 11 вечера. Если я, например, знаю, что иду на работу, я могу с собой или до работы поесть, или там покушать, да? То есть, ну, тут тоже флексибель. Гибко. Гибко. Я могу уже работать переводчиком. Да, ужин у меня получается где-то с 7 до 8 бывает. Ну, смотря во сколько я опять, если я вечернюю сною, смотря во сколько я прихожу домой. Было так даже, что и в 9 часов, потому что я была очень голодная, я знала, что я сейчас сразу еще не лягу спать, потому что здесь нужно убрать, подготовить, детям вещи приготовить на утро, чтобы утро было более легким. То есть, вот вечером нужно что-то подготовить. И поэтому были приемы пищи, и вечером поздно в 9 часов были. Ну, все нормально, это не каждый раз. То есть, не практиковалась. То есть, по ситуации. Да, это все по ситуации. Пенал. Да. Если вечером есть время, я беру палки, я пошла. Бывает даже вечером, утром это всегда хорошо, потому что сразу такой заряд настроения классный. Бывает до завтрака. Вот вчера, например, у меня был сначала завтрак, потом я пошла. А как-то до этого мне тоже понравилось, когда на голодный желудок я ходила. Тоже очень интересно. Нужно просто себя почувствовать, понаблюдать. Так попробовать, так попробовать, и что вот больше по кайфу, так вот и дальше практиковать. В общем, в зависимости от своего рабочего дня, потому что у Ани есть еще работа, она либо с 11 часов до 5, либо с 4 до 11 вечера. Да. Вот. Она подстраивается. Сейчас, кстати, у меня график меняется, потому что я сейчас буду больше работать на озере, да, там график... Это кафе. Кафе. Да, киоск, да, будет. И получается, больше с утра будет смен, вечерняя смена заканчивается раньше. Вот это прям классно. Восемь мы уже заканчиваем, там в начале 9-го я уже точно думаю. Аня, когда пошла работать в киоске, я так переживала, там у них еда такая, там картошка фри, бургер и так далее. Я говорю, Аня, я говорю, что ты там будешь есть? Она говорит, у меня всегда еда с собой. Это первое, чем мы научились. Тех продуктов, которые там есть, там, например, тунец, да, в собственном соку, салаты всегда есть, то есть, ну, клетчатка, это вообще запросто. Крупа принесла из дома, там холодильник есть, поставила. Ну, то есть, ну, тоже все легко, продумываешь просто, но как-то... Есть захочешь, еще не так выкрутишься, да? Так, я в стрессе и на повышенном кортизоле мой вес не снижается и только растет. Хотя в питании все стандартно. Бороться со стрессом. Ну, тут максимально делать все для снижения стресса. Не просто ждать, когда он снизится, а есть, ну, много всего, много разных техник для этого. Вот. То есть, если вы не можете сейчас изменить ситуацию, которая вне вас, да, например, вы не можете на нее повлиять, вы максимально прям делаете все, чтобы ваш организм чувствовал себя более спокойно. То есть, я все это прожила два года назад. Я работала с этим. Плюс я это все показывала. Еще и даже очень большой вебинар проводила про работу со стрессом. То есть, это работа... Вот тогда я прямо много начала работать с медитацией, с дыханием, с всякие обливания холодной водой, горячей контрастной душ. То есть, вот там очень, прям очень большая... Ну, это прям работа. То есть, это успокаивает парасимпатическую нервную систему, включает симпатическую... Господи, наоборот. Да, включает парасимпатическую, а включает симпатическую. То есть, вот эти вот все телесные вот эти, так сказать, процедуры, они очень хорошо снижают стресс. Вот. И там, ну, прям много всего. Я проводила такой вебинар, он был у нас. Вот. Вплоть до того, что меня даже подписчики не совсем понимали, что почему у меня сейчас вот такой вот стресс, как так, что я утром выхожу в сторис, и я накрашенная, я с прической и так далее. То есть, я это все специально делала, намерена, чтобы показать организму, что все нормально, все нормально. То есть, мы красимся, как всегда. Мы делаем прическу, как всегда. Мы слушаем музыку, как обычно. Мы идем на тренировку, как всегда. То есть, вот, чтобы максимально, да, вот, как бы, влиять, влиять на, да, на выработку гормонов, удовольствие. Удовольствия на тот момент не было, да, но, по крайней мере, снижать стресс у меня это получилось. Я вот на тот момент, я мало того, что хорошо эту тему прям не только изучила, а еще и отработала на себе. Поэтому, но по питанию я вам скажу, что вес может не снижаться на высоком кортизоле, но не расти. Он не может расти, когда у вас дефицит калорий. То есть, таких чудес не бывает. Я это объясняла на вебинаре. То есть, вес растет только, когда у вас профицит калорий, и когда у вас высокий гликемический индекс. Как справиться с отечностью? Причин отеков много, может быть, но те, на которые мы можем повлиять, это вне, например, допустим, какого-то диагноза, да, то есть, если у вас все нормально с сердцем, с почками, то здесь убирать максимально соль, соленые продукты. Снизить соль до 5 грамм в сутки. Вы можете прям проверить, сколько вы соли едите. Вот вы берете, ровно 5 грамм взвешиваете, и вот это у вас соль на весь день. Потом больше пить воды, потому что отечность происходит тогда, когда у нас недостаточно воды, организм в дефиците. Углеводы и сладости сильно тоже заливают. Вот сегодня поели сладкое, на утро ждите, что глаза не открываются, лицо помятое, отекшее, потому что так это тоже работает. То есть вот это плюс маленькая активность, то есть застой лимфы происходит. А когда у нас лимфа работает? Не тогда, когда мы пьем порошочки от какой-то там непонятной фирмы, а тогда, когда вы двигаетесь, когда вы ходите, когда мышцы ваши, которые находятся вокруг лимфы, они будут сжимать эту лимфу и продвигать эту всю лимфу от периферии к центру. То есть это так работает, это реально так работает. При похудении жир равномерно уходит, но в области живота очень медленно. Как быть? Потому что область живота чаще всего это жировое депо, и там его больше всего локализуется, его больше, чем на руках, ну согласитесь, да, больше, чем там, например, на спине и так далее. То есть везде уходит, но так как там это депо с большой локализацией жира, кажется, что ну как будто там вообще очень медленно все идет, на самом деле все происходит. Вот, просто время нужно, просто время. 40 лет в одном весе, возраст 65, получится похудеть? Конечно получится, конечно получится. Я вам показывала, допустим, ну, Анина история такая, она была стройная, потом поправилась с рождением трех детей, и сейчас вот похудела, и худеет дальше. Я вам показывала Викторию, да, которая ко мне приезжала на прошлой неделе, и у нее история была, она буквально уже без детского сада, я была самая полная в группе, я самая полная была в саду, в саду, да, в школе, говорит, я уже в один, сколько она сказала, в 11 лет, нет, в 14 лет она уже весила 100 килограмм, она всю жизнь была больше 100 килограмм, и сейчас она говорит, я сейчас вешу меньше, чем в 14 лет, она сейчас весит 86, возможно похудеть, конечно. Леночка, привет, моя дорогая, вес перестал снижаться уже месяц, что делать? посмотреть, сделать диагностику своего питания, все ли там хорошо, вот сначала вот здесь, питание, да, спасибо большое, я на трех разов, на 1500 на вечер, в меню крупа, можно убрать замену на увеличение белка, слушайте, если вес снижается, ну оставьте, если вес снижается, вам так хорошо, вы спокойно себя чувствуете, хорошо засыпаете, ничего не меняйте, оставьте, ну как вариант, увеличить чуть белка, тоже можно, девчатка на вас, приемно, доведись, я после вебинара бего ты почала, уже ты же, вы таким, Бориса, я вас обнимаю, ну вы молодец, боже мой, люди начали беготь, представляешь, после вебинара, класс, главное, все постепенно, постепенно, воду обязательно теплую, ну Аня пьет теплую, я пью комнатной температуры, да, теплая, привет, теплая вода, она не делает организму стресс, она прям как вот, как вот тело, какой температуры, если такой же температуры пьешь воду, она прям хорошо заходит, говорит, детей в садик, молодая бабушка, молодая бабушка здесь я, Аня еще не бабушка, у Ани свои дети маленькие, если бы я решилась, три года назад родить, то я бы тоже, сейчас бы еще в один садик, да, но почему-то, все откладывала, откладывала, и вот уже как бы все, теперь бабушка, так, вода в течение дня, понятно, пьем, а вот проснувшись ночью в туалет, воду нужно пить, нужно, у нас, у всех, у меня, у Сашки, у Егора, мы привыкли, что у нас бутылка с водой, всегда стоит возле кровати, у меня тоже, вот, обязательно пьете, вообще хорошо привязывать, вот эту привычку, да, сходили в туалет, купите воды, сходили в туалет, купите воды, я к 50-ти еду в углеводе, на вечере, топ-то каще, есть такой вариант, есть такой подход, только что вам рассказывала, можно углеводы, и можно углеводы на ужин, но с белком, с клетчаткой, ну, здесь надо смотреть, по ситуации, я, знаете, когда мы, во-первых, на даш-диете, есть даш-диета, диета, снижающая давление, там прямо углеводы на ужин не рекомендуется, есть случаи, когда, например, мы пробуем без углеводов вечером, и я вижу, что человек говорит, я не могу заснуть, я прям, мне прям плохо, я не могу, я голодная, то есть, мне вот эти углеводы прям вечером нужны, мы добавляем углеводы и смотрим, вес идет, все прекрасно, какое самое позднее время ужина есть приемлемым, по сути, три часа, это вот прям идеально, все, идеально, но есть форс-мажоры, которые мы тоже должны учитывать, и к ним относиться мягко, гибко, когда вы, например, пришли, вот Аня говорит, я пришла со смены вечером в 23.00 с работы, если ты не голодная, если ты успела поесть, ты просто ложишься спать, а в это какой-то приходишь, у тебя прямо неприятный, такой колючий, неприятный голод, и вот Аня мне как-то помнит, что она надиктовывает мне в 11 часов вечера, что мне делать, сейчас есть или не есть, я говорю, если ты сейчас голодная, я просто ешь и ложишься спать, все, то есть, в данном случае, зачем терпеть, зачем? Я, естественно, ела эту шкурцию, я просто поела, чтобы уже просто его, этого Жорика так, успокойся, Жорика успокойся, то есть, вот в таком случае, да, это просто как форс-мажор, очень интересно, эти телесные мероприятия помогали вам после выезда с Украины? Да, я именно так восстанавливалась, я именно так восстанавливалась, потому что, ну, не все знали, какое состояние было за кадром, я просто себе не позволяю выходить в сторис в таком убитом состоянии, поэтому я очень много работала, над собой, почему, когда много ходишь, отекаешь, вроде наоборот, двигаешься, это только в, смотрите, на это может повлиять жара, например, это может быть как временное явление, допустим, вы сейчас вышли на тренировку, да, походили много, пришли, и вот, вот, отекли, да, такое тоже может быть, опять же, это временное, то есть, это не является каким-то следствием, всегда, после большого движения, да, если бывает такое, целый день ты на экскурсии, гуляешь, все, приперехожки, ноги отекли, ну, это как-то от усталости, да, вот, от такой, уже от перегрузки здесь больше, вот, но, такие, скажем, дозированные, регулярные физические, физическая активность, она наоборот, хорошо работает с лимфой, я говорю, я не знаю, что такое отеки вообще, но, говорю, ну, вы видите, в сторис, что у меня регулярно физическая нагрузка, то я отеку. Ушли за неделю, то есть, ну, в течение недели я вообще офигела. За первую неделю питание, то есть, вот, мы убрали сладкое, мы убрали избыток соли, и все, и сразу же отеку. Причем, как убрали, я такая, просто сама себе сказала, мне пока это не надо, вот, я вот, открыла книгу, и сказала, так, все, у меня цель, пробуем, смотрим, как, что, просто я не сказала себе, он мне нельзя, ну, это прям такое запретное слово, когда там эти, ты знаешь, там, эффект яблока запретного, просто говоришь, ну, пока не надо, так же с алкоголем, мне это пока не надо, этот, на временно отодвинули, потом просто это уже совсем исчезает, из того, что ты, потребности вот эти вот, все. Сколько вам лет? Сколько тебе лет? Я не помню просто. Сейчас. Так, мне в сентябре, мне 40 будет в этом, в этом году, в сентябре. Вот, а мне будет 42. За два лет, сошли. Если на вечер без крупы, насколько нужно увеличить количество белка, вес движется вниз очень медленно, причины низкого движения веса разные. Сколько, насколько нужно увеличить количество, я не знаю, потому что я не знаю вашу, я не знаю вашу калорийность, ваш вес, ну, вот, как бы здесь я вам не могу сказать, это прям надо, знаете, ванговать, а я этим не занимаюсь. Вот. Почему вес вообще не снижается при дефиците калорий? Потому что дефицит создали, а не учли подъем инсулина. То есть может быть такое, смотрите, два сникерса в день, это 1200 калорий. Это есть дефицит? Конечно. Ну, полно диет на 1200 калорий. Будете ли вы на них худеть? Не факт. Не факт. Потому что у вас все время будет высокий инсулин. Если вы возьмете этот сникерс, подробите, и будете целый день вот его есть, вы будете все время держать высокий инсулин. Вы не похудеете так. То есть здесь не только дефицит калорий, здесь еще важно вот учитывать питание, чтобы оно вам снижало вес. Может быть у вас оно правильное, но у вас, например, там утром, там овсянка с медом и изюмом. Вкусно, классно, но как бы для похудения не работает. Поэтому здесь надо прям смотреть еще глубже в рацион. Стресс может влиять на недосып. Конечно, нарушается глубина сна, качество сна. Это да. Так. Отчего вес перестает снижаться? Если вы худели, 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 а потом он перестал снижаться, да? Причины могут быть тоже разные. Может быть, например, потому что вы, может быть, потому что вы, что сделали? Ваш организм адаптировался к тому же питанию, замедлился амин веществ. Такое тоже может быть много раз. Разно причем. Может быть, отступаете к питанию. Так, сейчас прочитаю вопрос. У нас тут. ой, извините. Раньше не отекало от долгого сидения в самолете. Ой, ну вот самолеты, даже вот просто проехать в автобус, машина. То есть, так, сейчас. Так, Потому что сидишь, не двигаешься. Да, в застойном состоянии. Естественно, да, происходит этот процесс. Когда ноги как банки. Лицо такое уже, все вот так, выкаживала в Турции, Анталия зимой, все в порядке, с помощью инфемиатурной улицы. Вы знаете, когда я приехала, приезжала в Турцию за прошлый год два раза, я приезжала в октябре, в декабре, я ужасно отекала. Вот там, да, потому что там климат другой. Мне не хватало времени на адаптацию климата, я была оба раза там по три, по пять дней, по-моему. Я тоже очень сильно отекала. Я просто утром вставала, не узнавала себя, потому что климат другой. Вот. То есть организм тоже должен привыкнуть. Да, но с другой стороны, вот кто живет в таком, в таком климате, у вас очень хорошая там увлажненная кожа, никакой там сухости нет. Вот это прям, это плюсы. Ну, это мы говорим. Привет, спасибо большое, что можно есть на полуднике. Здесь такой же вариант, может быть, как на завтрак, как на обед, то есть они подходят. А если рассрочка платежей, есть рассрочка платежей, напишите мне в директ, я вас переправлю на мой ватсап. С чего начать лечение инсулино-реситинга? С питания. В первую очередь. Сколько раз в день желательно есть при этом? Четыре раза. Прекрасно снизится вес. Ни в коем случае не два раза. У вас инсулины так вырабатываются, даже если вы не едите вообще, он все равно будет вырабатываться. Есть базальная выработка инсулина. Лена. Свои? Свои. Свои девочки. Привет. Так, сейчас. Получится. Почему у меня ничего не крутится? Ага, все. Мы все успели ответить. Так, скажите, как вам эфир? У нас такой формат первый раз. Да. Вот. Почему от холода очень хочется есть, прям дикий? Потому что еда имеет эффект термогенеза. Во время расщепления еды вырабатывается, высвобождается энергия. Тепло. Поэтому нам не хочется... Тепло, верно? Поэтому нам летом есть не хочется, потому что жарко и лишний раз греться не хочется, а зимой наоборот, хочется согреться. Это нормально. С вами все хорошо. Как определить кушать 3 или 4 раза? Это определить можно по вашему распорядку дня. Насколько длинный у вас день. Кто-то есть 5 раз, кто-то есть 6 раз, кто-то есть 3 раза. Вот. Классный эфир. Я прям не могу оторваться. Ой, нам так приятно. Спасибо большое. Мы хотим вас поблагодарить за то, что вы были с нами сегодня в эфире. Вот. Я думаю, что вообще надо периодически так делать. Слушай, это так прикольно, да? Это экспертный и такой опытный какой-то ответ. Да. Ну, прям классно. Это работает. Вес стоит, объем уменьшается. У вас все прекрасно. Главный объем уходит. Когда мы покупаем платье, девчат, мы же не покупаем... Дайте мне платье на 62 килограмма, да? Мы говорим, дайте мне, пожалуйста, Элочку. Или Эсочку, да? Вот. Или там Элечку. То есть нам главный размер одежды. Поэтому уменьшаются объемы, все супер. Значит, все прекрасно. Я жду вас. Кто сейчас еще думает. Я не знаю, сколько раз есть в день, три или четыре раза. Какая калорийность, какой ужин, какой полудник. Я жду вас на нашей неделе сопровождения. Есть ссылка в шапке профиля. Вы просто переходите, можете сразу регистрироваться. Если у вас там какие-то есть сложности с регистрацией, вы пишите мне в директ, я вас забираю. К себе в WhatsApp. И уже помогу вам зарегистрироваться и оплатить. Мы начинаем в понедельник. Но мы с вами все равно не прощаемся. Потому что мы эти три дня будем с вами в сториз. Завтра мы встречаем нашу команду спортсменов. Будем вам показывать, как у нас проходит фитнес-тур. Надеюсь, что кто-то из вас присоединится к нам в следующий раз. Все. Вас обнимаем и желаем вам прекрасных выходных. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok